во имя отца и сына и святого духа евангелие от марка 9 глава с 5 по 13 стих при всем петр рассказала иисусу праве хорошо нам здесь быть сделаем трекущий тебе дамы моисею одну и 1 или 8 8 9 глава так подождите 8 7 это 7 может быть 8 7 из 5 по 13 стих потом спрашивают его фарисеи книжники зачем ученики твои не поступают по преданию старцам но не умытыми руками едят хлеб он сказал им в ответ хорошо пророчествовал о вас лицемерах исаи как написано люди си и чтут меня устами сердце же и далеко отстоит от меня но тщетно чтут меня уча учением заповедям человеческим ибо вы оставить заповедь божию держитесь предание человеческого омовение кружек и чаш и делайте многое другое всему подобное и сказал хорошо ли что вы отменяете заповедь божию чтобы соблюсти свое предание ибо моисей сказал почитай отца своего и мать свою злословище отца или мать смертью да умрет вы говорите кто скажет отцу или матери карван то есть дар богу то чем бы ты от меня пользовался тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей устраняю слово божие преданием вашим которые вы установили и делайте многое сему подобное раз они до этого не знали заповедь дана но сейчас мы посчитаем книга исход 20 глава почитай отца твоего и мать твою чтобы тебе хорошо было и чтобы продлились дни твой на земле которую господь бог твой дает тебе матфея это матфея 15 глава 4 по 10 стих то есть мы сейчас посмотрим сколько раз дух божий напоминает как относиться к родителям это надо было думать и все это сделать так чтобы быть невиновным перед законом и родители не признавать это искусство большое это сегодня особенно это развито под разными видами грабят народ народ живет ужасающей бедностью все это нормально все это избранники это депутаты стали смотреть почти на 80 процентов варьё сегодня показывают там как полковник должность такая первый раз их а заехали вывезли валюта полторы тонны кубометра вымеряется еще в общей сложности это около четырех тонн и все это показывает фотографирует мы же даже как-то увидеть это и для себя применить ему там дали там что не дали тоже никакой роли не играет но писание нам определенной щеткой говорит матфея 15 глава 4 по 10 стих ибо бог заповедал почитай отца и мать и злословище отца или мать смертью да умрет а вы говорите если кто скажет отцу или матери дар богу то чем бы ты от меня пользовался тут может и не почтить отца своего или мать свою таким образом вы устранили заповедь божию предание вашим лицемер и хорошо пророчествовала вас исайя говоря приближаются ко мне люди с ее устами своими и ждут меня языком сердце же их далеко отстоит от меня но тщетно чтут меня уча учением заповедем человеческим и призвав народ сказал им слушайте разумеете не то что входит в уста оскверняет человека на то что выходит из уст оскверняет человека продают здесь южные народы на базаре трудно договориться он не знает язык а загнет по три матушки все до одного я спрашивал в интернете почему вы материтесь по-русски никто не отвечает я стал искать ответ нахожу русская мать породила щедовище и об этом третье язык говорит ну что для памяти было и поэтому идет проклятие в один адрес но добавляет лживые слова еще второзаконе 5 16 второзаконница значит первый закон потеряли были в пустыне нет и теперь во второй раз опять та же самая конституция опять о том же самом почитай отца твоего и матерь твою как повелел тебе господь бог твой чтобы продлились дни твои чтобы хорошо тебе было на той земле которую господь бог твой дает тебе эти хорошо слушать эти места пока родители живые а когда их нету а человек обратился к богу я много общаюсь каждый день с мусульманами и они говорят вот у вас есть для престарелых при живых детях сколько хочешь вот мы ходили престарелый дом и дети есть и не никак платят там что-то как-то может быть что-то и в америке это сплошь в италии отсюда едут и ухаживают за стариками им за это платят это такой порядок пришел у мусульман за 1300 лет ни одного дома престарелых 1300 лет понимаете как у вас детские приютные дома есть при живых родителей сколько угодно у нас больше трех миллионов беспризорных у них ни одного за 1300 лет понимаете эти люди христа не знают как мы знаем они там и са пророка только посчитает как мы на суде божьем будем отвечать за это вот я сейчас специально хочу показать что из этого вышло конкретно каждому и они придумали слово карван это защит положить себя в карман нормально как сказал карман отец рад пришел отсюда дает барана это отец тебе барану я сын твой принес отец только начинает хвалить и он говорит но я сказал он пойдет богу богу дар карман отец сразу дернулся иначе смерть будет царь от отец украл серапим саровский молился не о царе которого расстреляют не княжнах этих четверих он молился только о баркириях и священниках я говорит многогрешный серапим он стоя на камне не знаю почему на камне так 3 дня и 3 ночи молился это 3 том настольной книги священнослужителей 601 страница его пиял богу господи ему что-то открыто было дальше он не знал архиереев священников помилуй беда уже это рядом стоит и наконец бог заговорил я не знаю как голос он слышал но прямая речь начинается господь сказал не пощажу и не помилую я представляю как вдруг голос один он ходит там где-то среди деревьев стоит на камне и голос откуда-то из битьей может быть но дальше это бог дает и причину они вымыслями человеческими заменили истину божию это 118 псалом 113 стих давид горд вымысляющие ненавижу а закон твой люблю у нас закон это его не было девятьсот восемьдесят восьмом груз крещеная а библия первая появилась считать можно 1876 году 900 лет вообще ничего не было народ приходил а проповедовали нет а как проповедовать когда библии то нету и об этом очень хорошо пишет написавший жития святых 12 томов митрополит ростовский димитрий он приезжает туда были диаконы ставили которые считать не умели даже считать он хочет спросить где причастие а что это такое он не может понять это один который рядом стоят за про запас просит а запас так вот он он лежал говорит такой мерзкий сосуд гнилой там и это причастие кто заболеет чтобы относить это он сам говорит сам пишет но это не в одном же месте такое было что-то мы делать там не можем распустить но родители то можно понять что они тебя выпустили на свет они кормили болезни материнские приняла надо было все это договориться и это установлено было законом и все это знали и господь прямо тогда обрещает хорошо ли это делаете поэтому христа было за что побивать он разворошил этот змеющий но они мы знаем бог и голова у там валалы разные а господь им отвечает ваш отец дьявол это никуда не снято на сегодняшний день евангелия тяна 8 44 и вы не просто ваш отец а вы хотите исполнять его похоти он есть человек убийцы человек убийцы и лжец два качества у него когда говорит ложь говорит свое его лжец и отец лжи отец ты что-то немного сказал это уже от него идет неправда какая я хочу показать как это сегодня воплощается в этот дьявольский замысел храмах нигде-то правил власти говорить не надо лгут говорят еще не выполняют депутаты сколько они говорят потом он не встречается не видит и теперь они решают нам жить или не жить на земле им никто это власти не давал но и здесь-то власти бог не давал лгать родители пренебрегать карван то есть дар слова дара его и дар это никакого нет он может и не отводил никуда себе и оставил а потом почему господь говорит чтобы не было косой а храмой а которые несете в жертву то а что похоже на и возьми боже что нам не гоже пословица русская значит это было что у тебя самое наилучшее вот сейчас у нас господь встретил если сказал что у тебя самое дорогое поверьте будем отвечать не в попад и будем разнобой отвечать что самое дорогое сейчас скажи дети дети правильно дети дети если это самое дорогое только как они бога находят ты беседуешь с ними сколько времени ты посвящаешь кем они вырастут понимаете вот самое неблагополучное то считается да как живешь за стёщей жить я нету тёща это самый злой враг у человека это мы сейчас все разберем если успеем послушать что нам об этом господь говорит напротив той строгости которую господь окружила людей и говорит не что еще отца и мать злословище смертью умрет за этим смерть стояла у нас он заругался там ударил это ничего не значит у южных народов это совсем по-другому вот как один из них писателя просто хочу показать как это у них делается он пришел отец поле плачет и только повторяет сын мой сын мой люди собрались вокруг сын мой что зверь на пола растерзал нет хуже может быть упал в ущелье там горы у них везде это речь идет о дагестане вот сын мой ну отец скажи что случилось ты живой она хоть нет он ударил меня ударил отца кто за что мог схватиться сразу там буря поднялась и сейчас же уничтожим отказа подождите я не все сказал дело что на этом поле 18 лет назад я ударил моего отца отец побледнел и сказал я не приклинаю тебя сын я желаю чтобы сын твой поступил с собой также как ты со мной мы что получаем ты где-то впереди там что-то было хотя бы по подобию какое-то найти я не видно меня арестовали не видно теперь когда подумали и вина нашлась и нашлась у меня ни за что взяли сидит один человек говорят какие-то 6 овечек убежали хозяина я продал их я их и не видал же где он живет сколько таких сидят я вот сидел все невиновные а ночью-то подумал посидел вспомнил как он на соседа обиделся открыл вышли вот с этой 6 овечек ровно 6 бог задрал и то что у нас сейчас есть от детей непочтение и другое это мы же сами посеяли то и мы сейчас по слову божию посмотрим чего у нас призывает священное писание 2 петра 2 15 апостол павел подражайте мне как я христу вот просто войдем в эти слова которые говорит нам господь бог через петра павла и себе скажем исполняем а если не исполняешь положи на сердце господи больше этого не будет мы еще на живые мы можем принести покаяние господь только этого и ждет от нас оставив прямой путь они заблудили сидя по следам валаама сына вассорова который возлюбил в мзду неправедную но был облечен своим беззаконием бессловесная с лица проговорив человеческим голосом остановила безумие пророка у нас ослов то нет у нас даже обличать некому люди боятся я говорю почему вы не скажете вот это вот такие поборы архиереи там делают со священника священника поставили наложено иначе тебя уберу и он не знает что сделать продает машину что есть продаю чтобы только оплатить налог который накладывает торговля в каждом здесь но написано торговлю христос выбросил ну выбросил или нет выкинул притом два раза было один раз назвал домом торговлю мой дом сделали а другой раз уже в понедельник на страстной неделе и говорит дом мой бертипом разбойников разбойников стали считать деньги поступают а там старосты церковные схватил сумку и убежал патриарху доложили алексей он говорит какие бандитов на принимали церковь что души погибшие ничего ну тут деньги-то церковные ушли тут и бандитов вспомнил и все разве мы это не видим и господь и знал продающих и покупающих ничего не покупайте в храме не покупайте служба идет может быть а если библии не продают но не как правило час лавка такая в метрополии прекрасная там очень-очень богатая но напротив городской администрации еще мы прочитаем временам 619 я отдельный момент и чтобы сердце возгорелось и подражать павлу говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей как вы как придавали вы члены вашего рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные так ныне представьте члены вашего рабы праведности на дела святые вспомни какие дела делал там а теперь поверни это все туда не больше а именно так как было я хочу подвести к одному слову которое выдуманное сегодня не людьми сатана его придумал экономия не экономия и экономия а что это снисходительное отношение к чему-то за счет послабления сохранить стабильность тебя все любят все и священники сегодня играет этим поганым блудливым словом при том абсолютно везде я ни разу не встретил человека и священнослужителей за свою жизнь который это слово бы показал как продукт дьявола все на лжи построено вот канонически мы посвятую соборную апостольскую церковь верим не то что она соборная по всему миру но и соборы еще у нас были и согласно соборов 6 вселенский собор второе правило говорит сие законы каноны изрекли трубы духа святого не люди я тогда давай считать сколько было архиереев на семи вселенские девяти поместных полторы тысячи и посягая на это что и уже изречено книга правил так и называется мы посягаем на 1500 архиереев и там многие из которых канонизировано уже и потом так свободно говорят я бываю где со священником с архиереями беседую а почему вы это делаете да это же было на юге а мы же на севере живу на юге на севере другому говорю ну посмотри что написано то есть женщина такая или носит томат не так одежда там брюки надевает она мерзавка перед богом мерзость законе 22 5 ну нельзя так а шотландский усмотрение юбки то есть на все есть ответ я нашел для себя выход что семинарии академии нужны только для одного оправдать безумие любое что есть отвержен они безвольно и просто свидетели они ничего не могут исправить вот так чтобы как вы одеты были по форме чтобы не опаздывали не выходили не торговали нету а были желающие были у нас приезжали священники которые фотографировали архимандриты наши уставы хоть один выполнил не один его со тех которые увидели что делать они медленно подняли против войну и он говорит ничего нельзя сделать меня выгоняют я просто говорю как это есть выход только один не сохранять свою жизнешку ради сегодняшнего дня я хочу сегодня быть батюшкой меня чтобы не тронули впереди суд божий будет вот надо все время удержать перед собою вечерняя молитва говорится вот мне смерть предлежит угроб смерть предстоит игрок предлежит то есть ложась спать мы как бы умираем вдруг наш лазарь уснул господь говорит а он умер и смерть называется сон и таких мест писания мы все-таки потратим время прочитаем римлянам 8 13 ни одно ни два ибо если живете по плоти то умрете а если духом умершляете дела плотские то живы будете разве об этом спрашивает священник а что самое главное в жизни человека ну конечно душу спасти серафим выразил это так в одной празе стяжание духа святого чтобы мы не делали без духа святого ни шагу и мы это должны ощущать на подходе к какому-то греху у меня соблазнили мне сказали тут не пройдет этот номер второе послание коринфян 5 глава 10 стих написано всем нам надлежит предстать предсудилище христова чтобы каждому получить соответственно тому соответственно что он делал живя в теле доброе или худое нельзя сослаться ни на кого никак так вот теперь этот карман то куда у нас пойдет а священник свободно распределяет как и что я говорю почему вы правила то ни одно не исполнять какие мы не спал но по порядку женщина подходит ее спрашивал но она бабушка там да ты ей пить имю давал или нет какой а что так он даже не знает это церковное наказание василия великого второе правило если женщина сделала аборт отлучается от церкви ровно на 10 лет 10 лет понимаете не 10 дней и разбивается на четыре ступени первые два с половиной года на улице стоять будет или здесь чтобы там слушай еще и потом опять выходит и только последнее купно стояли на законе там все написано нигде не исполняется я не встретил ни разу нигде все время общаюсь со священством по интернету они в этом свыклись а увязли в этой грязи экономия это слово богопротивное я говорю вы знаете сколько про я могу сказать не профессор оси под никто не знает раз у него не пользуется 989 правил 989 но есть такие были временные как кордуре а он умер правило его касалось а настоящий который сегодня действует 719 я когда была в синоде в жардан-биле в америке когда эти данные дал немедленно печатать надо в каждом да еще я не все знаю что в алтаре делается только мне говорят об этом мне уже подметили ваши данные не точно еще больше четыреста тринадцать из них нарушается ежедневно целенаправленно это 57 процентов и нам даже нужны никакой нет но если ты учишься ездить по дороге и больше нарушать ну одно-два правила поверьте тебя все равно где-то остановят или товаре сделаешь так это мы движемся по плоти а это на небо идем разве святые отцы нам злое оставили при советской власти 72 года книги правил вообще не было удалили и нет его и священник поэтому не защищен ни государственным законом не не религиозным сейчас хоть церковный суд есть я не знаю как он судит но говорят что есть а раньше не было пришел наш батюшка отец павел а скажу близки ну когда приезжал архиерея он сказал крестить надо только в полное погружение а по бывший партор партийный организатор он отец николай но и говорили же так без себя знаем и он тогда решил и поехать к архиерею здесь он был архиерей максим дмитриев и с собой взял магнитофон и владыку спросить воды кого у нас были а вот нет у нас этого крещения то правильно но он видимо щелкнул там или что-то и были два священника рядом я их всех хорошо знаю я не стояли архиерей на него буквально кинулся сорвал с него крест серебряный а он в это время мне на квартире жил батюшка рястка которая носит и магнитофон отнял и когда его убрали отсюда не отдал оборвал и все а крест у него скажется 7000 стоит только и ничего нельзя сделать я пошел прокурору края я близко его знаком он говорит я не могу это то есть если бы дело на заводе я бы сейчас здесь никак нельзя минуя епископа они все так сделали он что угодно может делать его ни к суду призвать ни к чему нельзя а ведь это касается нас это наши руководители батюшка благослови батюшка сказал батюшка мы тоже ведь потворствуем в этом знаю это почему его не облепить как пчелы и сказать отдай ему писали говорили все бесполезно газета место напечатала все бесполезно мы слышим голос божий он проходит говорит что такое совесть у меня есть свое своя наработка это тот участок души через который слышится голос божий раз мы голос божий не слышим это бессовестный этим словом они аккуратно обходите бессовестно это безбожник безнравственный который вообще ничего не видите не слышит а отца и мать продать где еще несколько мест прочитаем 1 коринфянам 924 великий пост вещают великий пост вещают и у бога своя мерка они сидят великий пост вещают сынишка маленький там кажется пять лет вышел они его не видят выпивают конечно сидят пыши нету зашли там водоем воды чуть чуть он уже утонул и сколько об этом крещали он в италии было теперь вернуться надо на украину у бога все вымерено великий пост вещание этого никто не знал а теперь дата разрешается экономия если я его не помещаю он все равно будет жить а чтобы же во грехе не жил поэтому я во грехе утонул я беру просто факты на самом деле так не знаете ли что бегущие на листалище бегут все но один получает награду так бегите чтобы получить куда бежать на небо к небу мы-то не просто так ходим за того сгорит ты какой пришел и вышел это два разных человека на такая перемена у нас должна произойти экономия запомните это слово придумал сатана послабление я говорю почему у вас не не постятся вот уже студент они их приравняли к шахтерам понимаете к шахтерам когда 50-е дорвануло 51 человек погиб бассейнников а ну тут то они сидят что они делают я вот эти дни там был и с ними на уроках сидел когда прижал отец геннадий я там сидел и все записывал все эти уроки вижу спит намертво 1 2 3 спит просто спит лег и он не знает о чем говоренное и вот он придет руководить народом а ведь приехал человек такой знатный такие знания привез где-то и этого вопроса практически нету то есть это это наше состояние если бы мы молились наверное бы что-то где-то сбинулась 2 темопе 4 7 8 бегите на ресталище на стадионе многие бегут но один получает награду это пропуск в рай царство небесное мы сразу раз закрыли ну бегут и беги это мы там соревнования за инфицируются как мы как встаем как молимся как разговариваем и все это на весе предстанет и об этом очень подробно говорят святые отцы а там не сознать себя никак нельзя пробуждается совесть и совесть говорит и человек на каждое слово аминь должен сказать истина так сбок пробуждает совесть неверующий я ты из там нет это вот как-то умер сразу ведь от нечистая сила рогатая хвоста то тянет его это разговор кончился поэтому радуйте что на бог открылся что бог есть и другим об этом свидетельствуйте с малых лет воспитывая его пока не все потеряно и тогда может быть на ждать будет благовестник может быть мученик за христа вот какой наказ мать умирающий когда отца нету дает а мы знаем климента анкирского когда он сколько ему жизнь наверно восемь лет было отец рано умер еще в люльке лежал она передала сопи богатая одной дворянки сына свой а потом умирая полдня наказывала я тебя прошу сын климент ну ты пожалуйста выслушай меня я одного прошу тебя стань мучеником за христа она бы то и что он стал мучеником номер один за всю мировую историю почти 30 лет мучили у него ни одной части тела не было которое его было рвали на пуске он все еще живой на копе пас вот так вот труп бросает он как будто и копе проходили через органы его оставался живой матери на желание было еще чтобы мне сказали ты мать мученика а тут бы наказывать только не трожь это мой да как бы избавить его от гонения да может где-то и солгать можно в пионерский галстук насыпить на него все по-другому экономию бог не устанавливал и мы видим ветхом завете только бог дал закон еще не утвердилась и субботу нельзя работать и подробно не работают и не раб твой осел есть и нас ли не работать посмотрели там еще кто-то и этот не работал чтобы самая по объему большая заповедь это которая дается не прелюбодейся одно слово стоит это понимают все а вот суббота которая теперь стала воскресенье нужды нет и работает и идут и работу берут у меня работа такая а зачем ты взял такую день этот нам не принадлежит он божий у нас он называется воскресенье других-то местах там называется день солнца зонта санды этом 8312 псалом говорит бог есть солнце когда мне один архея говорит никогда не назван так он был а я ему сказал он открыл библию и хотел меня наградить вытащил из того тумбочки архиепископ гедеон тут который был да не дарит мне я по этой библии занимаюсь открывает она так хрустит а там костная клей а я знаю так библию когда еще не открывали она и хрустит я вот так вы же ее не открывали догадались и даже можно на на самой маленькой работе быть и у тебя все будет в достатке ты перекрой лишнее которое куда-то уходит я христианин вот есть такие верующие называется свидетели они называются адвентисты седьмого дня а 2 адс так и называют и вот он работает мы с ним вместе ему попадает на субботу он уже приходит с вечера не его дежурство заложил дрова а в субботу спичкой щиркнуть пришли братья узнали запретили это делать спичкой щиркнуть нельзя это не православное у православных вообще это бы никогда не возникло а помешает нет вот первый человек только дали о субботе закон он пошел там сучков наломать ну свой там кирогас разжечь его поймали отобрали дрова он не может понять что он думает о том как семью накормить что будет завтра ночь не выпустили и утром народ шумит я представляю просто эту картину я конец его вводят лежит охватка это ты брал когда брал вчера брал а ты знал что суббота знал да еще работал что ли много же у меня дети есть и надо накормить чай там готовить что делать моисей не знает попросили бога и бог сказал предайте его смерти предайте смерти примите ближе это я я тоже нарушал это прости меня господи я смерть не хожу здесь хотя у нас потеряевки воскресенье никто не работает если престольный праздник на богослужение все но работать фермер разрешается иначе он никак сегодня ясный день а завтра опять дожди пойдут но воскресенье никак не грешный человек сказал первый год было если поедешь я с ломиком стану напротив мы не пропустим потому что зараза проказа пойдет на нас всех ну нет да я не поеду и он не поехал и больше никогда не ездил и а до этого несколько раз было прохожу одного соседа циркулярка работаешь и дрова пилю так сегодня воскресенье но у меня ничего потеряйка все бух вымел мы их не трогали не объясняли для нас самое главное угодить господу и этот закон бы даже целовать душой своей он для спасения нашего если хорошо работать то тебе едва едва дотянешь до воскресенье а если к работал ходил пустые бутылки даться собирал так у тебя за семь дней ты не устанешь где-то вот мы считаем далее 2 тимофеев 4 7 8 просчитали нет подвигом добрым я подвязался течение совершил веру сохранил а теперь готовится мне венец правды который даст мне господь праведный судья в день уны и не только мне но и всем возлюбившим явление его на ресталище готовится венец и друг друга даже спрашивать если мы сами этого не знаем мы даже убого спросить у меня должны быть друзья такие которые помогают мне спасаться они соблазна ставить и вы ищи таких друзей близких родственников вот мне вчера только сообщили женщина одна запилась и валяется там ну такая она скандальная ну кто-то подошел из сектантов дал ей брошюрку посчитать она посчитала и образумилась и в какую-то секту забрела и она уже за это время за год почти всех родственников туда привела она работает а у нас никак батюшки подходит одна марфа я переписывать ей 84 года инвалид второй группы по глазам но она так любила господа она подходит и гонать если фильме я так хочу знать вот евангелие написано как будто зачем тебе ты же ходишь причащаешься счет тебе еще надо я подошел к архиерея гидеона горбады качем я могу быть полезным и беседу мне однократно он меня знает и знаете ты же в церковь ходишь ну чё тебе еще надо она другой раз подошла это мы считаем дорофею дорофея то святой до сифей и он тоже подошел до сифей молодой офицер бывший я хочу знать евангелие о чем тут говорится да зачем тебе это дорофей который канонизирован ну проходит какое-то время он снова с вопросом что сделал никогда не додумаешься что он сделал он сразу сообщение видимо по мобильнику позвонил настоятель и говорит молодой вот ну хороший такой но вот затеял евангелие мудай я пришлют и отколоть его как следует это это в житии написано я по интернету распространял то ну тут пошел вот оба дорофей меня посаду знать евангелие евангелие на кто ты такой чтобы вам или знать палкой начало вогревать по щекам там ударил он вернулся что был был и что ну все хорошо это считается шик какой он а что хорошо но он сказал тебе это не надо знать и он тебя бил бил суда там палка по спине и не сказал против еще самое главное восхищается не сказал против но суд божий будет он вскоре помер неплохо видимо рассказали ему где так и эта бабушка 84 года кто-то звонит открывает дверь молодые стоят девушка парень а кто вы такие нам и евангелие раздаем что если хотите побеседовать евангелие миленький заходите это свидетели с оружовой башни свете лигу и она туда перешла я с ней переписываюсь 84 года такой красивой почты в каждую строчку и она теперь смотрит где внук ее дед у меня все мешает дед это муж ее вот придумал шашки играть только молиться надо он дед же ну прямо сатана настоящий у нее жизнь хорошая и дед хороший но она видит дальше через это я и посадку с православием она считать стала узнали ее там руководители пришли же сожги эту книгу то есть их сильно задело но она спрятала на даче спрятала книгу и она неустанно неустанно она просила священник а златос говорит священник одна душа одна погибет по твоей вине тебе всей жизни не хватит рассчитаться ибо за не умер христос а когда серафим молился бог ответил не пощежу не помил как будто ни одного нету поэтому священники нуждаются в нашей помощи ко мне приходили священники говорят нам нужен материал чтобы я на испании знал какие грехи перечислять научить как будто бы а тут нашел садин и все написал ужас только даже ты еще не знаешь будешь знать ты первый вопрос задай считает ли они библию свидетельствует ли людям несут ли благую весть вот что самое главное при том где ты работаешь на работе дома бродяга к тебе зашел ты первые слова ему скажи знаешь и ты господа а ты знаешь какая радость спаситель мира пришел и начинай по порядку есть выставил материал этот вам кину громадный материал тарей какой-то доктор я не знаю даже какого вероисповедания ну по частям как разговаривает там себя всем почти кинул вчера за ночь и так никакой экономии бог не показывал сократить немного если человек все время в слезах вот женщина тоже взять ее она плачет и тогда епископ священникам говорит как она все время так рыдает и плачет и морозит одну треть можно одна треть но ниже это уже нельзя шесть с половиной лет это уже мертвую а бывало так что ему десять лет и он заболел до на первом году смертность священник приходит причастил и она выздоровела и опять те годы возвращаются никуда не деваются сегодня нету вообще не знать что такое эпитемия а что экономия притом по каким бы вопросам не говорил один ответ если я все это включил у меня в храме никого не будет сделай милость уйди в первую очередь ты сам уйди мне спрашивают а что делать большие амбарные замки повесить на храм и начинать учить там где у вас ограда а месяца через три по одному пускать я не священник я это чувствую выхода другого никакого нету мы должны войти прости господи за в эту конституцию духа святого он нам рассказал вот мы сейчас считаем к евреям двенадцать один и второй стих попутно при том никакой экономии не строжайша павла карает прямо что вам с палкой прийти железной горитре с милостью посему на все можно посему ему нельзя хирург отсекает гнилой член посему и мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей свернем себя всякое бремя запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще зирая на начальника и совершителя веры иисуса который вместо предлежавший ему радости претерпел крест пренебрегший посрамление и воссел одесную престола божия вот если сейчас взять все наши поступки без предвзятости просто показать что я делаю ладно ли это а я захожу бабушка лежит днем мы когда евангелие раздавали на улице солнце кто дома я полуголос а что ты лежишь да я не домогаю ну ты ходила все-таки на двор то почему же ты лежишь сейчас бабка голову подняла ну ты знаешь наш президент в японии сейчас и там очень опасно я не знала баба давай молиться расшевелел бабка моя встала а где да дети бросили куда-то уехали а что они с тобой будут ты труп живой баба ну-ка распрямись маленько не горбаться с одним человеком поговорил с другим ты сам распрямишься потому что ты евангелие принес благую весть люди не знают запомните когда священники говорят экономия из как-то сгладить это все это неверующие это убийцы убийцы в самом прямом смысле притом я это говорил архиереем открыто писал патриарху какие патриархи были я всем писал большое про и даже вон написал что они делают вот эта мировая история происходит где меня в горком партии таскали и подальше маленькие но зато как радость вспоминать когда ведь дарит межима и прошу по прекрасным местам и наследие моё приятно для меня филиппинам 216 не посчитайте что долго это очень важно по отношению к родителям особенно их если нету перед богом попросить прощения молиться за них вот здесь мы города был баварин вы же все знаете барнаульские и когда он погиб я до самой глубокой ночи звонил и звонил был он крещен или не был и наконец главный редактор тайская правда ольга николаевна шевчук она говорит да он был верующий есть фотографии где он стоит с ребенком храме ну и ночью в 12 часов день гибели я помолился потому что для меня он очень дорог он приезжал сюда кабанен может этого у нас бы не было бог такого человека входящих десятку лучших мер в россии располагает ну и кто мы кто мы такие так филиппинам 216 содержа слово жизни похвали мое день христов что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился то есть если вы меня послушайтесь и будете делать как положено я получу награды и вы получите это нас объединяет и далее здесь же 314 похвали мое слушайте внимательно мы родные и близкие нас родила кровь христова даже с родственниками такого родства нету как вот с теми которые во христе стремлюсь к цели к почести вышнего звания божия во христе иисусе вы не просто спастись а к вышнему званию небесному у нас другое имя какое-то будет и его никто не знает вы не знаете святые когда говорят и толкование дается и будем подобно мою о вот так только о вот это вот так и осталось памяти будем подобно ему когда он шел с учениками они его не узнали в маус то а когда узнали открылись глаза как будто не слепые сидели так и не видели вдруг открылись а никого уже нету и вот мы идем в небо и не просто на неверное павел как наверно я не просто воздух бью кулаками я иду свергая на пути все препятствия для себя и для других откровения 311 я специально не не расползает толкование чтобы ясно видно было повторяю откровением проповеди священники не пользуются почему не знаю нигде запрета нет книга в библии почему же не взять то но она позже была канон это в канон занесена 85 правило апостольское все гряду скоро держи что имеешь дабы кто не восхитил венца твоего то есть у нас какие-то венцы которые мы даже ни разу но я пощу какой тут венец он уже у нас есть за то что ты так любишь слушать слово божие и вот кто бы где не появился только одно сказать о господи это будет момент и один проповедник говорит ну и я вышел говорит и там пасет корову кого на своем лугу сибирске допустим но я поговорил видно старичок так расположены только не оттолкнуть я решил завтра ему все расскажу а пока мы связь наладили утром пришел ни коровы не его нету и кто-то сказала что вы так вчера был здесь так он ночью умер этого я себе играть никогда не прощу он стоял рядом с дверью царство небесное я ему не открыл ее вы так думаете что сейчас я говорю и человек уходит и все мне в жизни столько чудес было потеряете лишних людей нету мы с одним братом сидим его там нету михаил я говорю ты свидетельствую людьмаков свидетельствует потеряете бог пошлет да откуда вдруг калитка открывается две женщины откуда они оказалось тогда был куриный гриб и они там приезжали по хозяйству смотрели а я перестрелил тут и сразу о боге разговор зашел только под проговорили и бог их не было за все время больше ни разу именно к этим словам господь и подбегает чтобы у тебя была вера я слышу говорит господь и господь медлит чтобы мы крепко укрепились в том что нам дает 1 коринфа 8 13 я показываю подвиги какие есть к чему стремиться крепко держать что имеешь венец чтобы нас не сорвали 1 коринфа 8 13 и потому если пища соблазняет брата моего не буду есть мясо век чтобы не соблазнить брата моего ну соблазняются я вот беседую баптисты хорошие люди я вы знаете что у православных пост ну да но вы живете среди православных почему вы не исполняете таков в библии про этот пост нету соблазн простая обыкновенная женщина такая они простые такие люди наши держат корову она собрала там сколько мы сестра решила там этой баптистке бабки об доте тоже дать и наказала баба только не сейчас трассная неделя да нет валя я же знаю что нету пятница наступила суббота она в субботу валя прости я не воздержала съела все вот и все не буду есть не буду пить не подать соблазн если мы ценим кто мы есть в глазах людей можно же как-то воздержать это не положено растительное масло было вчера и не посягайте на это не надо в нем нет здоровья которое мы ищем здоровья когда на душе спокойно у тебя и ты никого не обидел соблазном и мы каждый день должны об этом говорить господи не посильных искушений не дать и еще 925 все подвижники воде воздерживаются от всего те для получения венца тленного а мы нетленного если воздерживается от всего когда вспомнишь где проходили стопы мои что у меня были такие глупости делал сейчас вспоминаю в армии пошел записываться добровольцы в алжир ехать война уже были гренадеры там разные но даже рассказать то нельзя а что ты хотел французский язык изучал лучше знать вообще-то ничего не там тебя ждут тысячи стрелков других как вспомнишь и господь сохранял он знал что то впереди будет а мы не знали перед богом вся наша биография написано 138 псалом в твоей книге записаны все дни для меня назначенные запятая когда ни одного из них еще не было ты видел господи зародыш и дальше перечисляет как человек и так да поможет нам господь не искать легкого как священник если я включил про пажа для женщин к их ни одной не будет парами ты доверься богу и будет нас пост наступает батюшки никто не подходит чтобы разрешили а в церкви сразу там перина не перетонит этого еще попало собирают батюшка же добрый благословляю да он не имеет права нету 69 правило пост нарушаясь на два года отпущен апостольское правило богу нашему слава во веки веков аминь